Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о, быть может, самом трагическом и в то же время очень обнадеживающем, дающим великую надежду на будущее в периоде в истории Русской Православной Церкви, об эпохе новомучеников и исповедников российских. Эта тема необъятная, и поистине изучать ее нужно глубоко и искренне всем людям, которые любят свою страну, которые хотят послужить своему Отечеству. Эпоха новомучеников и исповедников российских – это самый, быть может, болезненный нерв, болезненный момент, который позволяет нам во всей неприглядности, а с другой стороны, как я сказал, с великой надеждой посмотреть на будущее. Эпоха новомучеников и исповедников российских началась в 1917 году, даже несколько раньше. Раскол между интеллигенцией, простым народом, властной элитой, наконец, царем достиг кульминации еще в 1905 году. 12 лет еще после революции Пятого года было дано для того, чтобы окончательно определиться с тем путем, по которому идти. И, конечно же, мы не имеем права говорить, что ничего не делалось за те 12 лет, чтобы отвратить Россию от трагического выбора. Даже внутри либеральной интеллигенции появились голоса, которые предостерегали против страшного пути. Например, в 1909 году вышел сборник Вехи, сборник статей о русской интеллигенции, где самые выдающиеся умы того времени профессора, богословы, философы, историки, социологи писали о том, что интеллигенция со своим ложным либеральным героизмом и антихристианским идеализмом, беспочвенностью и самомнением может привести Россию к страшной трагедии. Говорилось почти о неминуемости этого пути и указывался единственный выход из сложившейся ситуации. Это путь духовного обновления, путь возвращения к своим историческим и религиозным корням. Но сама интеллигенция освистала и затоптала имена тех, которые объединились в сборнике Вехи. Их посчитали ренегатами, предателями, изменниками революционного дела. Грянула революция 1917 года. Страшно читать страницы, рассказывающие о февральской революции, как было воспринято российским обществом, да что говорить, даже многими представителями церковной иерархии, извести об отречении государя Николая II. Ликовали миллионы людей, обнимали друг друга на Невском проспекте и на Дворцовой площади, подкидывали вверх людей, которые когда-то считались политическими заключенными, а теперь были выпущены на свободу, кричали, что Россия – это самая великая передовая страна, которая совершила величайшую в мире революцию без единой капли крови, даже представители профессуры, чиновничество, духовенство одевали на свои одежды красные банты, и лишь несколько голосов звучали в этой общей эйфории, как плач, почти похоронный плач у России. Революция свершилась не в октябре, а в феврале-марте 1917 года, когда государь-император в своем дневнике записал трагические, исполненные горе слова «кругом измена и трусость и обман». Многие обвиняют самого императора в том, что он отрекся от престола и обрек Россию на гражданскую войну, революционные потрясения. Это не так. Государь никогда добровольно не хотел, да и фактически не отрекся от престола. Можно ли считать по-настоящему достоверным и имеющим юридическую силу документ, подписанный карандашом, подписанный, несомненно, под определенным нажимом, убеждением его в том, что все хотят его отречения. Все, то есть народ, интеллигенция, а также и армия, а также и генералитет. Ведь среди огромного корпуса генералов почти никого не нашлось, кто не поддержал бы идеи об отречении государя. Ближайшие его друзья, окружение, генерал Алексеев, например, глава штаба, поддержал как единственно возможный вариант в этом отношении идею отречения. Государь был вынужден сделать этот шаг, сказав по преданию слова, если России для спасения нужна жертва, я готов стать этой жертвой. И он стал этой жертвой, стал не один, но вместе со своей благочестивой супругой, со своими невинными детьми, он стал той жертвой, тем агнцем, который был уничтожен, зверски убит всего полтора года спустя после отречения в подвале Ипатьевского дома. И хотя сейчас находится много людей, которые считают недальновидной, неглубокой, ошибочной внешнюю, внутреннюю политику государя-императора, мы оставим этот вопрос в стороне. Но его мученический подвиг перекрывает все мнимые или подлинные ошибки его правления. И церковь поистине засвидетельствовала его страстотерпчество, его мученичество и его предстояние ныне перед престолом всемогущего Бога. Россия трещала по швам уже в апреле, мае, в июне. Распад страны оказался неизбежным уже к осени 1917 года. Большевистский переворот оказался в какой-то степени заслуженным возмездием. Самое левое, самое агрессивное и самое беспринципное в средствах политической борьбы партии, ибо большевики и эсеры не гнушались никогда ни убийствами, ни террором, ни ограблениями, ни уничтожением невинных жизней для достижения своих целей. Эта партия, как многим казалось, временно, как историческое недоразумение, получила власть в Петрограде, в Москве, в крупных городах. Но то, что поначалу казалось лишь временным явлением, почитайте окаянные дни Бунина. Там, в этом дневниковом свидетельстве об ужасах 1917-1918 года сквозит мысль, но это же не может продолжаться вечно. Это не может продолжаться даже долго. Это не может быть, потому что не может народ весь, от мал до велика, заболеть безумием. Однако, это случилось. Случилось то, что на долгие 70 лет бесчеловечный и борющийся с религией, с духовностью, с историческим прошлым режим воцарился в нашей стране. Этот режим не боялся драться за власть до последнего. Этот режим готов был принести гекотомбы жертв, чтобы остаться у власти. Троцкий, Лейба Борисович, говорил свои известные слова, что если ради торжества мировой революции в топку надо бросить 90% русского народа, мы пойдем на эти жертвы. Некоторые оспаривают достоверность этих слов, но дела свидетельствуют лучше, чем слова. И то, что уничтожались люди сотнями и тысячами, выжигались села и целые города, когда даже голод в Поволжье, как теперь мы знаем, спровоцированный советской властью, унес миллионы жизней, а Ленин в своем секретном письме к Алинину писал при этом, что именно в этот и только в этот момент, когда народ ослаблен голодом, мы должны нанести решительный удар гидре контрреволюции и поповства и дать этой публике такой урок, чтобы они десятилетия не смогли оправиться и дали этот урок. И к миллионам погибших от голода присоединились десятки тысяч расстрелянных, казненных, уничтоженных, об этом мы не имеем права забывать. Это наша история, история нашей страны, история нашего народа. И центральное место в этой роковой эпопее принадлежит борьбе большевистской власти с церковью. Почему с церковью? А потому что церковь и была вместительницей духа народа. И прекрасно было понято идеологами нового мира, что, нанеся удар по церкви, мы наносим удар по прошлому, а значит и будущему нации, страны, цивилизации, культуры. О трагических путях русской церкви в 20 веке мы поговорим в следующий раз. Храни всех, Господь. в 20 веке из Субтитры создавал DimaTorzok